Горько! Я так и знал, что на тебе нельзя положиться. Не на ту нарвались? Дима, полчаса тебя ищем! Да! Он стиль забыл! Я сказала, выворачивай карманы. Чё за стиль? Иди по гору. Тебе валерьяночки налейте. Дмитрий, прошу. Ребят, хочу поздравить каждого из вас с Новым Годом. Спасибо большое, что подписываетесь и оцениваете наши старания по заслугам. В следующем году мы постараемся выпускать ролики ещё чаще. А сейчас я предлагаю просто расслабиться и посмотреть последнюю серию сериала в этом году. Приятного просмотра! Мне, как классному руководителю средней школы, постоянно прилетает замечание директора по поводу успеваемости и вечных отпрашиваний в туалет во время урока. Это Александр. Александр, сколько раз в день ты отпрашиваешься с урока? Я не отпрашиваю. Александр стесняется просто, но на каждом уроке он покидает класс не меньше, чем два раза. Это наша учительская, а это Степан Васильевич. И если вы считаете, что проблема с выходом в туалет касается только учеников, то вы ошибаетесь. Степан Васильевич учитель трудов, и он любит весело провести время после тяжелого рабочего дня, что впоследствии сказывается на успеваемости учеников. Александра Юрьевна, это было отравление. Что вы тут накручиваете? Мы видим, этой проблемой страдают многие, но никто из перечисленных мной ребят ни разу не обратился к нашей школьной медсестре, у которой всегда найдется нужное средство. Я права? Еще так, Александра Юрьевна. Полисорб – это сорбент, который должен быть не только в школьном медпункте, но и в каждом доме, в каждой сумке и, в принципе, во всех местах, где вы бываете. Так а что же вы молчали, что полисорб мне может помочь? А полисорб может помочь не только вам. Полисорб поможет всем в случае отравлений, аллергии в комплексной терапии, кишечных и ротовирусных инфекций, диареи. А самое главное, он поможет нам с успеваемостью. Ну, Юрьевна. Да начнем с того, что вы своего внучка засунули в класс, где являетесь классным руководителем, верно? А вы что, директор морали мне читает? Я не директор, но меня смущает тот факт, что ваша болту срывает дисциплину в классе, а во всем винить других детей, не так ли, Дима? Да, навсегда меня во всем винило, а Камран руки распускал в густу. Какие руки? Да он ниже тебя в два раза, что себе придумал? Ваш Камран неоднократно поднимал руку на Диму. Камран? Камран? Между прочим, он тебе цветы дарил, а ты... А что я? Я еще слышала, как вы в коридоре с Камраном обсуждали, что если вы меня выгоните, то Наташа будет встречаться с Камраном. Что? Встречаться с Камраном? Может, еще свадьбу мне устроите? Ты почему врешь? Тут еще нужно разобраться, кто из вас здесь врет. А вы чего приперлись и в разговор лазаете? Ну, не приперся, а пришел, это во-первых. А во-вторых, вы своими глазами видели, что ваш внучок творил на школьной парковке с гражданским автомобилем. Это все фотомонтаж? А вы специально детей выгораживаете? Вы думаете, я не слышала, уважаемый полицейский, о том, как вы таскали цветы для их бывшей классной руководительницы? Думаете, вернуть ее? Не получится, они на ту нарвались. Ну, дело я передал в отдел. Могу гарантирую, что ваш внучок будет состоять в детской комнате милиции. Ведь вы меня просили поставить на учет учеников. Вот, собственно, по вашему же распоряжению я и действую. Вы что, шутки надо мной, шутите? Что, никак нет, констатирую факты. Смотрите, чтобы ваша констатация не вылезла вам боком, ясно. Камран, пошли. Бабушка! Какая бабушка? Я Софья Андреевна для тебя здесь. Бабушкин мальчик, смотри по кавидору, не заблудишься. Рот закройте. Все-таки валерьяночки. Тебе валерьяночки налейте. Ну, и что скажете, лоботрясы? Спасибо вам, Владислав Павлович. Меня благодарить не стоит, это все вот. Мама Димы хоть сказала, что у вас, черт возьми, что происходит. И вообще, почему вы мне не позвонили? Я сколько раз говорил, обращайтесь ко мне в любое время за помощью. А вы балбес. Так что по итогу-то у вас? Ну что, его выгоняют из школы, еще своего внучка засунуло в класс. Так в этой ситуации еще и Саша виноват. Они же с Камраном лучшие друзья. Так я что, знал? Да, Александр, видать, я вас плохо воспитывал, раз вы променяли дружбу класса и авторитет на новенького раздолбая. Я не знаю, что он внук класс ухи. Да что он врет? Он все время ходил с ним и не знал об этом. Он мне толком ничего не рассказывал, кроме того, что он влюбился в Наташу и хочет выгнадить мою школу. Так и тебя это не смущало? Так что мне нужно было делать? Он все время вообще скидывали на меня и не хотели вообще со мной общаться. Ты решил найти себе товарища в лице Камрана? Такой он реально нормальный. Такой нормальный, что из-за него меня за школу выгоняют, да? Да никто тебя не будет выгонять, правильно? Ну конечно, у нас все факты налицо. Только я одного не могу понять, почему Юрьевна так резко ушла? Ну мы в последнее время каждый день умудрялись во что-то вляпаться, и она уже говорила, что у нее на нас просто сил нет. Наверное, поэтому ушла. Ну она же могла просто сказать детям об этом, верно? Вы пытались узнать хоть что-то, но она просто избегала нас. Так Юрьевна ушла, потому что ей выбора не оставили. Здрасте. День добрый. Ну не прям к вам, скорее к нашим детям. Я учитель географии Леопольд Арнольдович. А вы, собственно... Я бывший преподаватель по физкультуре Владислав Павлович. Очень приятно. Так вот, вернемся к Юрьевне. Насколько я знаю, она неоднократно получала замечания от директора, учителей, родителей. То есть, если дисциплина в этом классе не улучшится, то с должностью она попрощается. Во всех школах есть классы, где поведение оставляет жаловать лучшим. Увольнять же знаю. Но вот тут-то Софья Андреевна и приложила свои усилия. Вы что-то знаете. Мне кажется, человек в форме побольше убежал. Ну да, эту Софью Андреевну уже увольняли из школы. И, между прочим, из-за этого же класса. Она нам еще телефон разбила на уроки. Ну да, было дело. Но там родственники поспособствовали, чтобы ее вернули в школу на должность классного руководителя. А еще она говорила, что у нее муж директор всей прокуратуры. Так это что получается? Она просто вернулась отомстить ребятам? А Дмитрия зачем трогать? В той истории виновников не было. Ну, лично мне не кажется, что она вернулась, чтобы отомстить. Устроить здесь свой порядок. Это да. И, скорее всего, Юрьевну уволили Лиза. Так это что получается? Юрьевна просто крайняя? Ну, это надо уже спросить напрямую Юрьевну. А если с директором поговорить? Не выйдет. Он сейчас на больничном. Если вам интересно лично мое мнение, то уволить Софью Андреевну у вас не получится. А вот сместить ее с должности классного руководителя – это да. И вот тут можно вернуть Юрьевну. Вообще да. Убрав Софью Андреевну, нужно будет назначить нового классного руководителя. А тут-то Юрьевна в самый раз. Если еще родители детей подключатся и скажут, что она хороший педагог, то считай вопрос улажен. Ну, а как убрать Софью Андреевну? Если вы сможете доказать, что она переходит грань в общении с детьми, то я помогу вам в этом вопросе. Как это сделать? Ну, может, кто-то снимал на камеру, как она скверно словит на учеников. Она вас обзывала? Да, я не знаю. Тогда мы можем от нее избавиться, правильно? Все так просто. Нужны доказательства. Довольно легко. Что вам легко? Ну, вы же слышали полицейского. Нужно, чтобы она кого-то обозвала. Ну, да. А мы это подснимем, правильно? Вы бы еще предложили операторам. Тоже идея. Это безумство. Нет, максимум, что мы можем сделать, это записать все на диктофон. Нам нужно просто ее спровоцировать. Верно? Да, но не все так просто. Она сейчас будет вести себя предельно аккуратно. Ведь вокруг нее столько внимания, после того, как мы о ней все узнали. А вы все кости мне перемываете? Может, разойдетесь? Вот вы идите домой. А вы к себе на урок. И не думайте, что у вас что-то получится против меня. Так что проще покинуть школу. Вы, собственно, еще пришли-то? Я пришла к своим детям раздать им стихотворения и программки на новогоднюю елку. А вы мне будете мешать. Ну, вот и поставьте свою папочку там на столе, и дальше утирайте сопли, слюни своему внучку. Это школа. Покиньте территорию. Вы что, не понимаете? Уроки закончились у детей. Или у вас может быть какая-то своя программа? Как же вы пожалеете о том, что вы появились в этих стенах? Можете мне поверить. А вы, чтобы завтра выучили все и не позорились. А болтусы, слушайте двух взрослых тупоголобых мужиков. Вы до сих пор думаете, что мы не сможем развести ее на оскорбление? Ладно, вы действительно были правы. Леопольд Арнольдович. А вы, собственно, почему нам помогаете? Так, я считаю Александру Юрьевну отличным педагогом. Хочу, чтобы она заслуженно вернулась на свое место учителя. И считаю своим долгом помочь вам в этом нелегком. О как. А может, у вас просто планы какие-то на Александру Юрьевну? Водесор Павлович. Ладно, все нормально. Какой у нас план? Значит, первое, мы убираем Софью Андреевну и освобождаем место классного руководителя. После чего мы выгоняем этого сопляка, управляем мозги Александру. И, конечно, мы выучим все стихи, чтобы не опозориться петь в бумажке. И самое главное, подпишем бумагу, чтобы вернуть Александру Юрьевну на свое место. Пока что все верно. Пока все верно. А, кстати, Леопольд Арнольдович, мы организуем ему свидание с Александрой Юрьевной. Эх, Водесор Павлович. Че? Пошутил же. Вы же не забыли, что там есть мен, который может вас и ваш глобус, ну, вы понимаете, да? Вы серьезно? Идет Камрана на глазах у Софии Андреевны во время выступления. Завтра во время выступления, когда все родители будут в зале? Ну, а что? Нет, 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 идея, конечно, хорошая, но Дима с этим не справится. В смысле не справлюсь? Я справлюсь. Да, дело даже не в этом. Завтра на концерте Софья Андреевна будет вести себя как божий одуванчик. О, Леопольдович прав. Тогда давайте перед выступлением, когда все будут репетировать, все это и сделаем. А, вот это уже звучит интереснее. Так, получается, мы сможем перед выступлением начать наш план по возвращению школы в нормальное состояние. Че? Ну, то есть вернем Александру Юрьевну на свое место, ну и победим зло. Так, ладно, я, значит, сегодня иду к Александре Юрьевне, узнаю, почему она нас морозит. Ну и, конечно же, постараюсь, чтобы она была в момент того, когда мы будем хвалить, какой она прекрасный педагог. А может, я все-таки с вами съезжу к Александре Юрьевне? До завтра. Дима, ты собрался? Да я собрался уже, не кричи. А костюмы в школе выдадут? Ты в курсе, что мне звонила сегодня классная руководительница? Александра Юрьевна? Ну, София Андреевна. Сказала, что пересмотрят твое вопрос о подчислении. Серьезно? Это все Владислав Павлович постарался, я правильно понимаю? Ну, не знаю. Я так и знала, что Владислав Павлович решит все ваши школьные проблемы. Кстати, ты стих выучил, который вчера дали? Выучил. Отлично, тогда иду в школу, а я подойду сразу на концерт. Табелья сегодня выдают? Я не знаю, мама. Это что ты вообще знаешь? Смотри, где он ходит? Дима, полчаса тебя ищем, где ты ходишь? Ты меня мама вопросами своими замучила. Какие вопросы? Говорит, что ей беда звонила и сказала, что меня не будут отчислять из школы. Беда, ты поняла, что мы против нее план строим. Ну ничего, это затишье перед бурей. Дима, держи. Это что? Это диктофон, он уже включен, поэтому веди себя так, как обычно ведешь, понял? Ну да. Ребята уже в классе переодеваются, нужно идти. Все, на тебя вся надежда, а я пойду географу мяч покажу. Офигенно. Дима, пошли. Наташа. Что? Я хочу тебе кое-что сказать. Что уже случилось? В общем, когда мы учились в пятом классе, ты проявляла ко мне внимание, и ты мне тоже нравилась. Но когда мы перешли в шестой класс, ты почему-то стала холодна ко мне. И я не могу понять, мы вместе или нет? Дима, ты реально решил поговорить об этом сейчас? Ну а когда еще? Скажи мне, мы встречаемся или нет? Ну, наверное, скорее нет, чем да. Я еще не определилась. Я знаю, что я еще тот дурак. Я терпела, и я обесцениваю твое внимание, и вообще всегда иду на поводу у всех. Поэтому я хочу знать, что между нами. Дима, давай поговорим после концерта. Мы разъедемся по домам, и потом еще не будем видеться полмесяца. Дима, ты неоднократно пренебрегал мной в пользу других. Твои похождения на тусовки к старшеклассникам. Это как вообще? Ты хочешь, чтобы мы были вместе? Ты мне нравишься, но я не хочу встречаться с тобой такой, как ты сейчас. Либо ты меняешься, либо мой ответ на твой вопрос в том, что мы сейчас не вместе, а сейчас пошли в класс. Офигенно. Ребята, Дима пришел. О, привет. Почему мне опять достался костюм Гриба? Тебе еще повезло. Как я понимаю, у тебя сих про Деда Мороза? А у тебя, я так понимаю, про Грибы. Да. Саша, если хочешь, можешь отдать мне свою костюм. Я не буду тебе ничего отдавать, и вообще отстань от меня. В смысле? Я не хочу больше с тобой дружить и общаться. Это все из-за того, что я внук нашей классу? Ну не только. Ребят, если что, я реально не хотела рассказывать, что она моя бабушка. Вы вообще обижаетесь с нами? Камран, да всем пофиг на тебя. Наташа, если хочешь, я могу отказаться от обязанностей старости. Ты думаешь, что это все только из-за этого? Я вас понял. Дима, извините меня за то, что я себя так вел. Я реально не думала, что это будет тебя так сильно задевать. Я так полагаю, нам лучше вас оставить, да, Дима? Да, Наташа, нас лучше оставить наедине. Ребята, пошлите, Дима и Камран хотят поговорить. Дима, ты только не тупись, я их все, как говорили, вынесла в паузу. В смысле? Саша, ты тупой. Так а что? Иди уже быстрее. Вы что-то задумали против меня, да? Нет, мы ничего не задумали. Подставить меня хотите? Чего ты взял? Ладно, Димон, ты реально меня измени, я действительно перегон. Ну так ты же тупой. А чем ты меня обзываешь? Потому что ты и твоя бабушка больные и тупые. Ну выходит, что моя бабушка реально тупая, если хочет таким способом добиться должности директора. Что? Что-что, моя бабушка специально меня перевела из другой школы в эту, чтобы я помог ей разобраться с этим классом. И она всем доказала, что она крутая. Ты серьезно? Ну мы сейчас что, она мне говорила, чтобы я тебя провоцировала на конфликт. И за счет этого показывала, что она справляется со всеми ими. Стоп, так ты постоянно меня задевал, потому что тебя просила бабушка? Ну, выходит, что так, и Юрьевна она выгнала с угрозами, сказав ей, что если она попробует вернуться в школу, то расформирует весь ваш класс по другим школам. То есть, Александра Юрьевна не приходила к нам ради нас самих? Ну, получается, что так. Просто моя девушка в прокуратуре работает, и поэтому бабушку слушается даже директора. Ты серьезно? Офигеть, нам нужно срочно об этом рассказать ребятам. А, кстати, а что вы сделали против меня? Расскажешь? Блин, мы хотели вывести твою бабушку на эмоции, чтобы она нас обматерила, и записать это все на диктофон. Потом выгнать ее из должности классного руководителя нашего класса. Что дальше будете делать? Ну, я не знаю, нужно ребятам все рассказать. Ну да, зови всем. Зашли все в класс, почему в коридоре стоим? 30 минут до начала выступления вы шастаете по школе. Мы готовы, не кричите на нас. Я не вижу, что были готовы, не все еще в костюмах. София Андреевна, у Димы в кармане диктофон. Он только что хотел меня вывести на эмоции, чтобы потом вы его оскорбили. Потом он вас записал на диктофон, и потом вас отстранили от должности. Что? Ты что, офигел? А что? Ты же сам мне это все только что рассказал. Так ты тоже сказал, что беда хочет занять место директора. Ты что в этом такого? Дмитрий, выворачивай карманы. Не буду. Я сказала, выворачивай карманы. Не понял. А что это мы заставляем ученика карманы выворачивать? Дима, все есть? Борислав Павлович, тут такое дело. А вы думали, вы сможете записать меня на диктофон? Что? Она все знает. Откуда? А это вы у Димы спросите. Просто Камран мне рассказал всю правду про беду и про то, как она выгнала Юрьевну со школы. И, наверное, она сказала, не приходите ей в школу, иначе вас расформируют. Это я мог и без Камрана тебе рассказать. Но я же не знал. Я так и знал, что на тебя нельзя положиться. Ты мне еще что-то про встречаться говоришь? Ты даже нормально не смог помочь классу. Как с тобой вообще после этого разговаривать? Наташа. Что, Наташа? А я вам говорила, что у вас на меня ничего нет. Сели? А сейчас переодеваемся и жду вас через 20 минут на сцене. Камран, иди со мной. Хорошо. Софья Андреевна, ребят, простите. Ты мог все исправить, но ты, как всегда, налажал. Димон, прости, но тебе реально после такого проще в другой класс перевестись. Да я все исправлю, вот увидите. Ну что, могу вас поздравить? Да не с чем поздравлять, Леополь Тарнович. В смысле, не получилось или еще не записывал? Ну, у Димы спросите. Ладно, там Юрьевна приехала, пойду встречу, обрадую. А что произошло? Мне кто-то может что-то объяснить? Дима рассказал Камрану, что у него в кармане диктовал. Дмитрий? Ну, блин, просто он мне такое рассказал. Камран ему рассказал все то, что Александра Юрьевна рассказала Владиславу Павловичу. Ну, ребят, стихи все выучили. А можно костюм мне надевать? А это ты можешь спросить у нашей новой, постоянной, классной руководителя Наташа. По дорожке шли, боровик нашли, боровик боровой, в мох укресла с головой. Юрьевна, видите? Да. Блин, мне так перед ней стыдно. Она столько наших проделок вытерпела, а мы даже в замене ничего не можем сделать. Ну, Дима сделал все, что мог. Сейчас хочу пригласить на сцену следующего ученика. Герман. Его стих посвящен прекрасному принцу. Ладно, я пойду. Мы видим, там Юрьевна стоит. Да, Саша, видели. Да что вы так переживаете? Если не правильный подход к моему бабушке, то все будет хорошо. Ты стих выучил? Ну да. Ну вот стой и повторяй, окей? Дима. Что? Ты как всегда облажался, да? Закрой рот, козел. Да ничего страшного, а веришь, что тебя сама распорядалась, что тебе придется перевезти в другую школу? Без тебя разберутся. А что? Друзья у тебя в этом классе уже нету. Так что считай, что в новой школе новая жизнь. Герман, спасибо за прелестный стих. А сейчас приглашаю на сцену любимца всей школы, отличника и просто замечательного ученика Дмитрия. Что за стул? Иди, позорься. Дмитрий, прошу. Дойду. Так, ладно. Дима, давай. Мама. Александра Юрьевна? Привет всем. Я ученик шестого класса и сегодня расскажу вам стих. Нет, я не могу, простите, я не смогу вам рассказать. Дмитрий. Дима. Ка, он стих забыл. Хотя, подождите, пожалуй, я расскажу вам стих. Стих, о котором вам не расскажет никто. Дмитрий. Уважаемые родители, бабушки, мамы и дедушки, вы не подумайте, я стих знаю. И я его не забыл. Но это не тот случай, когда нужно рассказывать стихи и радоваться жизни. Пусть даже после моих слов меня выгонят со школы, а меня выгонят. И я, честно, ничего не потеряю. Но я буду доволен собой, что рассказал всем право. Если у вас есть камеры, доставайте свои телефоны и начинайте снимать меня. Сейчас будет весело. Слева от меня стоит наш новый классный руководитель. Мы ей погоняло дали. Беда. Потому что она всегда в школу беду приносит. Смешно? Не правда ли? Дмитрий. Видите, как нервничает? Но мне плевать на ней. Ведь в этом зале стоит наш любимый классный руководитель. Александра Юрьевна. Мы в этом семестре вели себя настолько плохо, что ее уволили из-за нас. Представляете? А могли бы себе представить, что наш новый классный руководитель разбивает телефоны ученикам и еще нас оскорбляет? Понятное дело, что в это никто сейчас не поверит. И все будут говорить, что я сошел с ума. Но среди всех, кто здесь присутствует, сошла с ума она. Выключи кто-нибудь микрофон. А сзади меня стоит самого маленького роста мальчик. Видите его? Так вот, это Гамрат. Это ее внук. И она его пристроила к нам в класс, чтобы избавиться от каждого из нас по очереди. Прикольно, да? Уважаемые родители, я предлагаю наш праздничный вечер перенести назад. Сядьте, пожалуйста, на место и не мешайте слушать. Вы больной? Рот закройте. Так вот, она метит на место нашего директора. И все потому, что у нее муж работает якобы в прокуратуре. И ей все спадает с рук. Вы можете говорить, что я обманщик. И можете говорить, что я ребенок и мой мозг еще не окреп. Но нет. С такими учителями, как она, нам ученикам в взрослой жизни будет плохо. Такие учителя, как она, ломают нашу психику с детства. И мне жаль, что таким ученикам, как я, никто из присутствующих здесь не поверит. Так что, пользуясь моментом, хочу извиниться еще перед одним человеком. Наташа, можно попросить тебя выйти сюда? На протяжении всего полугодия я вел себя, как омерзительный человек. Я знаю, что мы нравимся друг другу. Но я, как мужчина, никогда не делал первых шагов. И никогда не предлагал тебя встречаться. Пользуясь моментом, хочу сказать, я люблю тебя. И хочу, чтобы мы официально были вместе. Почему руководство молчит об этом? Но я же говорил, что директор на больничном. Правильно, директор на больничном. А наших детей унижают. Я вам ничего не могу сказать. Так, все, давайте подписывать документы, давайте свои бумажки какие-то. Диман, хотела тебе сказать спасибо за то, что ты сделал на сцене и за всю правду. Я всего лишь сказала то, что чувствую. Но ты не знал же, как все обернется. Но мне было не важно. Мне важно, чтобы все узнали правду и то, как есть на самом деле. Дима, ты мужик. Спасибо вам, Владислав Павлович. Дима, спасибо тебе. Вот так закончился наш школьный семестр. А что будет дальше? Я и сам не знаю, чего стоит ожидать от этой школьной жизни. Все мы школьники, ученики, которые подвергаемся разным ситуациям. И с которыми каждому из нас нужно справляться так, как чувствует сердце. Спасибо, что вы с нами. И всем до скорой встречи. Ведь это школа глазами школьников. Друзья, хочу сказать спасибо каждому, кто подписался на этот канал. Мы совместно с вами смогли преодолеть рубеж в 1 миллион подписчиков. И для нас это мотивация радовать вас еще чаще интересными роликами. А также в канун нового года наш любимый физрук Владислав Павлович выпустил свой новый трек. И мне хотелось бы, чтобы именно вы его поддержали. Спасибо всем еще раз. Всех с праздниками. И до скорых встреч.